Оплату проезда на платных трассах начнут проверять с апреля. На всех платных участках российских федеральных дорог в апреле этого года заработают камеры фиксации бесплатного проезда. Зайцев будут штрафовать. Камеры и прочный шлагбаум и не позволить зайцам проскочить через шлюзы без оплаты. Фото, Сергей Михеев слеш РГ. Мы расцениваем проезд зайцам, как вороство, сказал глава автодора Вячеслав Петушенко, отвечая на вопросы журналистов. И сейчас на трассе М4 Дон в районе Воронежа уже каждый шлюз оплаты оборудован светофорами и системами фото-видео фиксации. И там зайцам начали приходить штрафы за проезд на красный свет. Автомобилист, который проезжает на красный свет через шлюз, должен понимать, что либо он заплатит 200-300 рублей по платному участку, либо 1000 рублей за проезд на красный свет первый раз, а второй 2000 рублей, отметил Петушенко. В апреле все пластиковые гибкие шлагбаумы будут заменены на более прочные, которые не позволят их отогнуть. Это заставит зайцев задуматься, что проезд под закрытый шлагбаум может повлечь за собой повреждения автомобиля, отметил он. Инвалиды смогут бесплатно парковаться в любом регионе России. По мнению Вячеслава Петушенко, количество зайцев на платных дорогах станет меньше. Что касается системы проезда на центральной кольцевой автодороге, то впервые в России там будет внедрена система взимания платы по технологии «Свободный поток». Зайцев и на этой трассе тоже будут наказывать. В правительственной комиссии по законодательству в ближайшее время рассмотрят проект поправок в административный кодекс, который позволит штрафовать тех, кто не заплатил за проезд в рамках системы «Свободный поток». Размер штрафа Петушенко уточнять не стал. Что касается сроков введения новых платных участков, то весной 2020 года должны сдать третий пусковой комплекс «ЦКАД» от М-11 Москва-Санкт-Петербург до М-7 Волга. Петушенко уверен, что это можно сделать раньше, чем планировалось. А первый пусковой комплекс, который связывает М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь», и пятый М-3 «Украина» и М-11, проходит в пределах малой бетонки и будет бесплатным для проезда. Петушенко планирует создать в октябре 2020 года четвертый пусковой комплекс от М-11 до М-7 еще через год в октябре 2021 года, как и говорилось ранее. Автомобилистам придется выбирать, либо честно заплатить 200-300 рублей за проезд, либо 1000 рублей из штрафа в первый раз и 2000 во второй. На трассе М-11 кроме строительства идет и обустройство дороги. Многие автомобилисты говорили, что там не хватает АЗС. Летом здесь откроются многофункциональные зоны с хорошими остановочными комплексами. Каждая заправка на новых участках М-11 Москва-Санкт-Петербург будет оборудована заправками для электромобилей. К открытию оставшихся двух участков на М-11 осенью этого года, которые являются выходом из Петербурга, на трассе будет возведено 4 многофункциональных комплекса. Всего на трассе будет 12 АЗС.